Каждый год Здесь по праву считают Сергея Мироновича своим. Он любил этот город, любил ленинградцев. Мальчик из Уржума, он в своей короткой и яркой жизни прошел путь от сибирского подпольщика до секретаря Центрального комитета. Да, Киров принадлежит Ленинграду, как принадлежит всей стране нашей партии памяти народной. Мало. Совсем мало осталось тех, кто помнит его живым. Еще меньше тех, кто с ним работал. Декабрь 1925 года. 14-й съезд РКПБ взял курс на индустриализацию страны. Киров делегат от коммунистов Азербайджана. Против решения съезда выступила так называемая новая оппозиция. Ее лидеры утверждали, что построить социализм в одной стране невозможно. Призывали повременить, пока не произойдет мировая революция. Центром новой оппозиции стал Ленинград. Из письма Кирова жене. Из газет ты узнаешь, что на съезде у нас идет отчаянная драка. Стоит вопрос о моей посылке в Ленинград. Я отчаянно сопротивляюсь. ЦК партии, учитывая сложность ситуации, направил в Ленинград самых стойких, авторитетных большевиков. Среди них был и Киров. Из письма Орджоникидзе ленинградским товарищам. Ваша буза обошлась нам дорого. Отняли у нас Кирова. Для нас, бакинцев, это большая потеря. Но зато вас подкрепили как следует. И приписал. Ребята, вы нашего Кирыча устроите. А то он будет шататься без квартиры и без еды. И действительно, он с головой ушел в работу. Направленные в Ленинград товарищи Калинин, Петровский, Куйбышев, Ворошилов, Андреев, Киров повели интенсивную разъяснительную работу по решениям 14-го съезда партии. Первое яростное сражение произошло на электросиле. Это корпуса сегодняшнего завода. От старого осталось только это здание. В нем и проходило собрание 6 января 1926 года. Первым выступил Петровский. Оппозиционеры не дали ему говорить. Перелом наступил после выступления Кирова. 12 часов длилось собрание. Никто не покинул зал. Резолюция гласила «Мы вам больше не верим. Вы обманщики». Рабочие проголосовали за резолюцию. Против было только трое. На красном треугольнике борьба была столь же жестокой. Александра Александровна Туликова, комсомолка тех лет, работавшая на фабрике, вспоминает. На собрании присутствовали члены ЦК, которые приехали, чтобы разъяснить политику партии и решение 14-го съезда. Были на собрании товарищ Ворошилов, товарищ Калинин, товарищ Киров. А поскольку на собрании пытались прорваться оппозиционеры с других заводов, в задачу комсомола входило их замечать, выталкивать, удалять собрание, не пускать. Мы дежурили на лестницах у входа. Мы сидели около самой трибуны и оттаскивали тех, кто мешали выступить членам ЦК. Из письма Кирова Орджоникидзе Дорогой Серго, вчера были на треугольнике. Коллектив 2200 человек. Драка была невероятная. Временами в отдельных частях собрания дело доходило до настоящего мордобоя. Говорю, не преувеличивая. Словом, попал я в обстановочку. Собрание изводит. Голова идет кругом. «Скучаю без вас. Целую. Твой Сергей Киров». Из письма жене «Не обижайся, что пишу мало. Ни минуты нет свободны. Занят так, что на улице не бываю. Бываю только в машине». Коммунисты Ленинграда дали отпор попыткам расколоть партию. Новая оппозиция потерпела полное поражение. В феврале 1926 года 23-я чрезвычайная ГУП-партконференция избрала Кирова секретарем Ленинградского губкома БКПБ. Сергей Миронович поселился на улице Красных Зорь в этом доме на четвертом этаже. Лифтер рассказывал, если у лифта была очередь, он ходил пешком, хотя ему все уступали место. Теперь это Кировский проспект. День Сергея Мироновича начинался рано. С утра, просмотрев газеты и срочные бумаги, он направлялся в Смольный. Иногда на полпути оставлял машину, шел пешком, осматривал, как ремонтируются улицы, заглядывал в магазины, столовые, на базары. В первое время его еще не знали, потом стали узнавать, останавливали, задавали вопросы. В Смольном ритм работы диктовался энергии Кирова, его невероятной трудоспособностью. Посетителей принимал в точно обусловленное время. Умел слушать собеседника, не подавляя собственным авторитетам, умел в обыкновенных личных его заботах увидеть проблемы жизни города. Промышленность Ленинграда тогда находилась в состоянии застоя. В городе было 72 тысячи безработных. Брали на работу не более 20 человек в день. Сегодня трудно представить, что в те годы серьезно утверждалось, у города, как промышленного центра, будущего нет. Предполагалось заводы и фабрики закрыть, Ленинград превратить в город-музей. Сергей Миронович вникает в работу заводов, советуется с рабочими, инженерами. Привлекает к проблемам промышленности города ученых и делает вывод. Промышленность Ленинграда в индустриализации страны должна занять исключительное место. Началась перестройка, модернизация и реконструкция действовавших предприятий. Бывший Путиловский, теперь завод имени Кирова, переживал тогда второе рождение. Киров, стоявший здесь на партийном учете, находил время лично заниматься проблемами развития завода. Для перестройки деревни нужны были тысячи тракторов. На Красном Путиловце Киров сказал, «Нужно устанавливать новые станки, а то в некоторых мастерских, куда вы заходите, днем ночь и ночью ночь, там еще такая темень, которая пахнет десятилетиями прошлого времени». Трактор того времени слегка подновленный в музее завода. Он сегодня вызывает улыбку, но каким красавцем казался он тогда. Нет, не казался, был. Девятнадцать лошадиных сил. Как исправно служили они на полях. В старом пушечном цехе кустарным способом собирали в месяц всего пять машин. Не хватало квалифицированных рабочих. В начале большого дела всегда находятся маловеры и скептики. Тогда они говорили, без Форда нам не обойтись. Киров отвечал им, «Мы готовы учиться хоть у черта, если это на пользу социализма». Он зачастил на заводе. Снова и снова вместе со специалистами искал пути его перестройки, возможность увеличить выпуск тракторов. Вспоминает бывший слесарь, секретарь партии ячейки Усман Закирович Каримов. На этом совещании очень кратко выступил Сергей Миронович Киров, что вот товарищи из администрации и технической нашей интеллигенции говорят, что это дело невозможно. Вот мы и приехали послушать рабочий класс, как это можно сделать, вот возможно ли это дело. Дело говорит в том, Сергей Миронович, что нам надо торопиться, потому что мы к данному времени от высокоразвитых капиталистических стран отстали на сто, сто пятьдесят лет. Нам надо это расстояние пробежать за десять, максимум за пятнадцать лет. Большего срока они нам не дадут. Либо мы это дело сделаем, либо мы будем раздавлены. И рабочие начали высказывать свои предложения. Сделаем, Сергей Миронович, сделаем больше. Сделаем не десять, а двенадцать тысяч. Портком и комсомол звали все на производственные баррикады. Возьмем время за горло. И брали. Мастера подменяли у станков рабочих. Коммунисты по нескольку суток не покидали завод. Для них призыв Кирова это не просто трактор, это генеральная линия нашей партии, это революция в деревне стал боевым лозунгом. В 1930 году вместо десяти тысяч тракторов выпустили двенадцать, а в следующем — тридцать две тысячи. Одновременно Киров следил и за напряженной работой металлического завода, балтийского, электросилы и других предприятий Ленинграда. Он ставил и решал задачи, для многих казавшиеся невыполнимыми. На металлическом налаживали выпуск мощных турбин. Скептики, опять они, сказали, это технически невозможно. Киров проводил на заводе и ночи, вахтеры уже знали его в лицо. Он часами просиживал с инженерами за расчетами, беседовал с рабочими. Турбина ленинградского металлического в срок была поставлена и исправно трудилась на Днепрогрессе. Малейшая расхлябанность, бесхозяйственность, пренебрежение к качеству возмущала Кирова. Сергей Миронович стремился воспитать в каждом работнике чувство ответственности за каждый рубль, за каждую копейку. Идя между станками, остановился у валяющейся бронзовой втулки, спрашиваю, что это такое. Я говорю, бронзовый, вижу бронзовый, что уваляется. Откатилось, говорил, знаешь, наверное. И это понятно, что не поднимут. Я растерялся тут, значит, и говорю, а вот попробуй после меня насыпь сюда, знаешь, пятиалтынные, хотя бы одну пятиалтынные положи, спрячь и посмотри, что произойдет. Он уехал, я так и сделал. Я рядом с стулкой положил пятиалтынные, я сам спрятался за станок. И первый попавший клюнул на это самое дело. То есть он взял пятиалтынные, положил в карман, а втулка осталась валяться. Я выскочил и говорю, дядя Вася, пятиалтынные, ты гони, это мои деньги. Я нарусу положил. А я их нашел. Я говорю, ты нашел не пятиалтынный, ты нашел. 85 копеек стоит бронзовая втулка, а ты его не поднял и прошел мимо. Киров призывал, мы должны быть собственниками гораздо большими, чем любой капиталист. Каждую гайку, каждая звенушка нашего дела надо беречь, потому что это наше, рабочее, это завоевано нами. Возвращался Сергей Миронович домой часов в 10-11 вечера, а иногда и за полночь. Дома просматривал почту, газеты, журналы, читал книги. Готовясь к докладу, занимался в столовой за длинным столом. На письменном столе не хватало места для бумаг и книг. Занимался в очках. На людях почему-то не любил их носить. От личного секретаря отказался. Жена оставила службу, старалась помочь ему. Но болело часто. И Сергей Миронович секретарствовал сам. Разбирал почту, отвечал на письма. А по ночам телефонные разговоры с Москвой, Сталином, Куйбышевым, Орджоникидзе, Ворошиловым. В этой комнатушке у него был верстак, инструменты. Здесь он выглядел заправским мастеровым, чистил ружья, чинил домашнюю утварь. Здесь, в тишине, приходили на память родные вятские места. Воскресало детство. 15 марта 1886 года по старому стилю в этом доме, в уездном городке Уржуме, в семье Мещанина-Кострикова родился мальчик Сережа. Он лишился родителей рано. Отец уехал на заработки на Урал, да и сгинул. Мать умерла от чахотки. Сергей оказался в приюте. Здесь их учили точать сапоги, столярничать, паять, лудить, работать на огороде. В 1897 году Сережа закончил Приходское училище в числе лучших. Особенно восхищалась им учительница Глушкова. Сергей мальчик очень способный, нельзя такого не учить. И Сережа стал учеником городского реального училища. И вновь он в числе первых учеников. На попечительские деньги Сережу Кострикова отправили учиться в Казань, в низшее промышленно-техническое училище. В нем обучались мастерству механика дети из народа, сыновья рабочих, мещан. Три года, проведенных в Казани, стали периодом формирования его взглядов на жизнь. Первыми уроками политической грамоты были пение революционных песен, подготовка и распространение прокламации. Приезжая на каникулы в Уржун, Сергей встречался с политическими ссыльными. От них он уносил сочинения Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Номера Искры. Узнал имя Ленина. С Владимиром Ильичем Киров встретился в 1917 году на Втором съезде Советов. Сергей Миронович был делегатом от большевиков Северного Кавказа. Он увидел Ленина, услышал его, принял его мысли, беспощадность к идейным врагам. Эта встреча сделала его приверженцем Ленина на всю жизнь. Он говорил, более сердечного человека никто из нас не встречал. Он был многогранен. Он находил ключи к сердцу каждого из нас. особая полка в квартире Сергея Мироновича была отведена работам Ленина, к которым он постоянно обращался. Хорошо он знал труды Маркса и Энгельса. На вопрос, где он так хорошо изучил их, отвечал, в тюрьме это отличная академия. С тюремной академией впервые ему пришлось столкнуться в Томске. В Томск Сергей прибыл в 1904 году 17-летним юношей. Собирался поступить на подготовительные курсы Томского технологического института. На курсах Сергей познакомился с революционно настроенной молодежью. В этом же году вступил в большевистскую группу РСДРП, а в июле 1905 года стал членом Томского партийного комитета. Организатор Политкружков Крамольников вспоминал. Сережа оказался обаятельным товарищем. Еще в Казани он слышал о брошюре Ленина «Что делать?» и очень хотел с ней познакомиться. Войдя в наш кружок, он весьма обрадовался, когда узнал, что кружковцы занимаются изучением брошюры Ленина «Что делать?» Далеко не все работали над собой как Киров. С этого времени он целиком посвятил себя революционной работе, участвовал в демонстрациях, писал листовки, держал связь с подпольной типографией. После ее провала Кострикову поручают организовать новую. Немногие знали, что истинным владельцем этого дома на окраине был Томский комитет РСДРП. Через полтора месяца подпольная типография была готова. Когда для осмотра и приемки помещения пришли товарищи по подполью, то долго не могли найти потайную дверь. Сергей изобретательно устроил скрытую электросигнализацию, вентиляцию, предусмотрел каждую мелочь. Однажды дом окружила полиция, вскрыла пол, перерыла все, но типографию не нашла. В 1906 году при обыске у Кирова обнаружили нелегальную литературу, и он был осужден на два года тюрьмы. 9 сентября 1906 года в Томской тюрьме произошло невероятное. Политическими заключенными был издан журнал «Тюрьма». Редакция уведомляла, журнал выходит не периодически. Прием материалов открыт после первой прогулки до второй. Ниже сообщалось о побегах, о переводах в Нарвенский край, о жизни на свободе. Редактором этого журнала был Сергей Костериков. Он напишет сестрам. Занят весьма полезным делом, самообразованием, читаю, много читаю. мыслями. Он был с товарищами на свободе. Они ждали его. Ждала борьба. Как бы сделать человеческую жизнь таким образом, чтобы на земле не было ни господ, ни угнетенный, ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых. Как бы сделать так, чтобы человек действительно стал господином господином природы, чтобы все люди стали действительно творцами своей человеческой счастливой жизни. Известный советский журналист Кольцов писал, среди большевиков Киров был чем-то особенно исключительным. Мало кого так любили и уважали в рабочей среде и партии. Его называли любимцем партии. И он действительно был поглощен работой для нее. Он исповедовал правила «Дело делается людьми и для людей». Киров любил Ленинград и многое сделал для его обновления. Ему известны были все новостройки. Поднимался на леса, вызывал десятников, беседовал с рабочими, интересуясь каждой мелочью вплоть до железной задвижки на форточке. «Забудьте, что у нас есть окраины», говорил Сергей Миронович, «Рабочая окраина должна быть застроена домами такими же красивыми и удобными, как и центральные улицы». Строились дома культуры, школы, фабрики кухни, кинотеатры. Жизнь города была его собственной жизнью. Это трудные годы 30-е, разруха, все, не было ни автобусов, ни троллейбусов, ни метро, как на сегодняшний день, трамвайчики, эти трудовые трамвайчики были. И вдруг Сергей Миронович вызывает сороку, мне кажется, он даже жив, он мне недавно... Филипова моста. Они семь маршрутов пропустили и не могли сесть в трамвайчик. Столько народу, такая гуще народу, такие сильные мужчины, и они не могли, эти мужчины, только на восьмой маршрут они посели, а когда стали выходить, они пуговицы порвали, оборвались. Он выходит на Суворовском проспекте и говорит, ну как, товарищ сорока, это еще наш чудный народ, который терпит, а что женщины год утром с ребятами едут в детские учреждения, с авоськами, с продукт, как они попадают? И вот стали вопрос решать, как, и вот нужно сказать, в какой-то мере решили. Киров не жалел ни сил, ни времени. При встречах с людьми интересовался всем. Заходил в дома, у домохозяек интересовался, удобны ли кухни, как работает отопление, есть ли товары для детей, долго ли стоять за ними в очереди. Рабочие Ленинграда знали и любили Сергея Мироныча, и он знал многих из них. Когда в празднике колонны проходили мимо трибун, Мироныч по имени приветствовал знакомых товарищей. Я думаю, что не даром о нас идет хорошая слава. Ленинградский рабочий и ленинградский большевик это тот рабочий, та работница, тот большевик и та большевичка, у которых есть чему и можно поучиться. Я думаю, что вот там этот отпуск, это свидетельство о нас надо хранить очень крепко. Надо держать его так, чтобы не только не потерять его, а наоборот, что мы чем дальше, тем больше имели основания держать за собой такую репутацию. Первая пятилетка преобразила промышленность города. Ленинград стал форпостом советской индустрии. Мы, говорил Сергей Миронович, сейчас можем твердо, без хвостовства, с полной уверенностью заявить, что нет сейчас на свете такой сложной машины, нет такого сложного станка, которых мы не смогли бы сделать на наших заводах. Своих детей у Кирова не было, а любил он детей очень, шутя называл пузырьками. Когда еще были карточки, спрашивал у снабженцев, что они выкроили для пузырьков. Если обещал быть у ребят, обязательно приезжал к ним, но чаще всего делал это неожиданно. Анастасия Ивановна Максакова вспоминает. Ну, это была вообще такая, знаете, потрясающая встреча. Потому что когда он только появился в этом саду, еще только на пороге этого, так сказать, сада, как дети побежали к нему все, дядя Сережа, дядя Сережа. И я тоже подбежала, и он быстро стал расспрашивать всех, как живете, кому конфеты, кому что, кого погладил, там он уже знал по именам некоторых детей называл. То есть вот такие вот встречи, конечно, это впечатление огромное, потому что ребенок, лучше, чем любой взрослый, именно чувствует с сердцем, ощущая чувствами, эмоциями, что этот человек добр. И вот это добро входило в нас просто вот такой, ну, большой, мощной силой заряда такого. Много часов Сергей Миронович провел с детьми на детских праздниках. В их окружении он чувствовал себя счастливым. Устроил для них Олимпиаду молодых дарований. В ней участвовало 36 тысяч детей. Вспоминает один из участников Олимпиады заслуженный артист РСФСР Владимир Матусов. Тогда на конкурсе он имитировал голоса животных. Зимой 33-го года я в числе победителей областного конкурса юных дарований выступаю в Большом зале Ленинградской филармонии перед делегатами областной партконференции. И в третьем ряду сидит сам Сергей Миронович Киров. Ну мы конечно за кулисами волновались дико совершенно. И когда я выступил я видел как Сергей Миронович смеется вытирает платком слезы от смеха. А потом когда я закончил свое выступление он поднял руки над головой и аплодировал. А во время антракта за мной за кулисы пришел какой-то дядень говорит Володя пойдем с тобой хочет поговорить Сергей Миронович. Ну тут у меня коленки задрожали думаю как я буду говорить но в общем подошел он меня посадил на колени и спросил кто тебя этому научил. Ну я ему так же вот рассказал что никто меня не учил сам вот так придумал спросил кем я хочу быть я сказал что я хочу быть артистом он говорит для того чтобы быть артистом надо много учиться я говорю дядя Киров я вам обещаю много учиться чтобы стать артистом он говорит ну смотри я проверю а музыку любишь я говорю люблю а учиться музыке хочешь хочу так вот решением жюри областного конкурса вот тебе первая премия ты награждаешься роялем я говорю ну а куда мы рояль поставим у нас 15-метровая комнатка а нас 7 человек с мамой но он засмеялся говорит ну ничего мы этот вопрос постараемся решить и действительно через некоторое время мы получили три комнаты больших комнаты в том же доме где жил сам Сергей Миронович Киров и туда уже могли поставить рояль я стал заниматься музыкой после войны я окончил консерваторию был принят в малый театр оперы и балета наш ленинградский и так я стал певцом артистом свое обещание данное Сергея Мироновича я выполнил да и мои старшие братья которые бросили школу неизвестно кем бы они были если бы не вмешательство не помощь Сергея Мироновича Кирова по инициативе по инициативе Кирова открылись дома культуры для детей дом литературного воспитания детские школы при консерватории и академии художеств ставшие настоящими центрами социально-культурного воспитания в последние дни жизни мечтой Кирова была организация дворца пионеров живет дворец и работает не с одним уже поколением юных советских граждан субтитры Киров сочетал широту замыслов с трезвой деловитостью, непременным условием которой было исполнение задуманного. Он обладал той самой фантазией, без которой, по выражению Ленина, социализма не построить. История освоения севера Кольского полуострова тому пример. Киров неоднократно встречался с учеными, изучал отчеты геологических экспедиций. Он говорил, я думаю, мы должны последовать примеру Ломоносова и прощупать глазами и руками все, что имеется в этом богатом и обширном крае. Академик Ферсман вспоминал. Сергей Миронович влюблял меня в дела и думы партии, а я влюбился в него. С ним было спокойно и легко. Долгие годы разведки и освоению севера мешали местные рутинеры от геологии. И все, что тянулось годами, Сергей Миронович завершил в несколько месяцев. 20 августа 1929 года на вершине горы Кукис-Вумчор начали бурить. На четвертый день пошел богатый апатит. Камень плодородия превосходил марокканские и всякие прочие фосфаты. Первый раз приехав в Хибины, Киров сказал, строить будем с размахом и навсегда, если мы забрались сюда в заполярную черту. В июне 1932 года Сергей Миронович снова в Мончегорской тундре. Хибины нельзя было узнать. Исчезли ситцевые палатки с керосиновыми семилинейными лампами. Поднялись каменные здания, горбольница, баня, звуковой кинотеатр «Большевик». Увидя на окнах занавески, Сергей Миронович радовался. Значит, приехали не на один день. Привыкают. Хохотал, услышав частушку. В Апатитовой горе не растет смородина. Апатитова гора нам вторая родина. Мы во второй пятилетке покажем, сказал Киров, что нет такого места на земле, которое нельзя было бы поставить на службу социализму. Город Кировск, пионер заполярной промышленности, памятник замечательному большевику, памятник творческой энергии людей. Это их воля побеждала в решении самых трудных проблем, которые выдвигало время – хозяйственных, политических, военных. Да, большевику Кирову в разные годы и в разных местах огромной России приходилось решать острейшие вопросы. 1919 год. Астрахань. По пути из Москвы на Кавказ, куда Сергей Миронович сопровождал оружие до Северокавказского фронта, его догнала телеграмма Свердлова. Ввиду изменившихся условий предлагаем остаться в Астрахани, организовать оборону города и края. Северокавказского фронта уже не существовало. Разутая, раздетая, почти безоружная 11-я армия отступала 400-километровым путем через соленые калмыцкие степи. Сыпной тиф устилал мерзлую землю тысячами трупов. Отряды израненных, голодных, полураздетых красноармейцев, обозы с тифозными и тяжелораненными бойцами тянулись к последней надежде единственно оставшемуся советскому городу края – Астрахани. Положение в городе было сложное. Разлад между руководством края и армией углублялся. Парализована работа горсовета. В его состав пробрались правые эсеры и меньшевики. Враг подходил к городу. Член Реф-Воен-Совета 11-й армии Механошин писал в своих воспоминаниях. С точки зрения военного искусства того времени Астрахань могла считаться обреченным городом. Необходимо было возродить армию, добыть продовольствие для фронта и населения, ликвидировать ТИФ, подавить контрреволюцию. И все это предстояло делать в очень короткое время. Председатель губкома партии Колесникова писала «Сергей Миронович предложил создать Реф-Ком, обличенный неограниченной властью. Предложение было принято, его избрали председателем Реф-Кома». Командаром 11-й армии Бутягин. Он жил вместе с нами в большой пустой комнате. Постелями служили бурки, разосланные на полу. Киров с необычайной твердостью, напористостью брался за массу дел и доводил каждое начатое до завершения. Первые приказы Реф-Кома были лаконичны, точны как телеграммы. Дать армии и городу продовольствие, медлительность и канцелярщину расценивать как преступление перед революцией, врачей считать мобилизованными на борьбу с ТИФом, создать чрезвычайную комиссию. Принятые решения немедленно исполнялись. Киров высылает в степи летучие санитарные отряды, устраивает госпитали, обращается к женщинам. Вы тоже имеете мужей, детей, отцов, братьев, помогите им. И сотни женщин стирали, чинили белье, ухаживали за ранеными. Эпидемия косила людей, вспоминал Бутягин. Кирова ничего не берет, ходит через день в баню. Это, говорит, лучшая гарантия от ТИФа и единственный отдых за сутки. На курсах шла непрерывная подготовка нового комсостава. В течение 1919 года восемь выпусков. Прерывали занятия, уходили в бой, сражались, хоронили убитых товарищей, опять учились, потом опять уходили биться с великами. В один из самых напряженных дней, когда к Астрахани рвались кавалерийские корпуса генералов Улагая и Мамонтова, вспыхнул мятеж офицеров. Их поддержали торговцы, духовенство, часть служащих и даже рабочие. Мятежники дезорганизовали связь, установили на колокольне пулеметы. Киров организовал из командиров, комиссаров специальный летучий отряд, разоружил ненадежные полки. На берегах Катума и Канавы установил пулеметы, привел в боевую готовность суда флотилии. «Уничтожить белогвардейскую сволочь, применяя все виды обороны, имеющиеся в нашем распоряжении», был приказ Ревкома. Колесниково. В течение двух последующих дней мятеж был ликвидирован, но мы еще несколько суток не уходили по ночам домой. Враг сжимал Астрахань в кольцо. Разъезды белых появлялись в трех-четырех километрах. Город все чаще стали бомбить английские самолеты. Пришел приказ Троцкого. Для выправления фронта эвакуировать Астрахань. Киров опротестовал приказ. «Астрахань защищать до конца», – телеграфировал Владимир Ильич. «Астрахань не сдадим». «Все здесь умрем, но Астрахань не сдадим», – ответил Киров. Как клятвы звучат издали времен, известные слова Кирова. «Пока в Астраханском крае есть хоть один коммунист, устье Волги было, есть и будет советским». Воля победила. Отстояв Астрахань, части обновленной 11-й армии двинулись на освобождение Северного Кавказа. Отдыхал Сергей Миронович меньше, чем следовало. С годами напряжение в работе увеличивалось. Равнодушный с детства к охоте, он в зрелом возрасте увлекся ею. Редкие свободные оконца он посвящал охоте. Это позволяло переключаться. Уже сам процесс подготовки доставлял ему удовольствие. В высоких болотных сапогах, километр за километром, с двухстволкой, вышагивал он по лесам и болотам. Сергей Миронович с детства любил лес и мог подолгу с особой нежностью рассказывать о природе. Не боялся ни дождя, ни мороза. Ночевал в шалашах. С одной спички разводил костер. Это было хорошей разрядкой на многие дни работы. Другой его страстью были книги. С самого раннего детства Сережа Костриков был постоянным читателем всех уржомских библиотек. Позже в тюрьме он перечитал Гоголя, Лермонтова, Салдыкова-Щедрина, Успенского. Прочитав Достоевского, Сергей записал в дневнике «Философия души Алеши Карамазова открылась и близка мне». Домашняя библиотека в Ленинграде насчитывала 20 тысяч томов. Он жил ими. Читал, как только представлялась возможность. С юношеских лет любил Горького. Дружил с ним. Когда Алексей Максимович приезжал в Ленинград, они обязательно встречались. Вместе не раз посещали заводы. Были и на Балтийском, при спуске лесовоза. Известно, что Горький обращался за советом к Сергею Мироновичу, когда писались первые книги из серии «Жизнь замечательных людей». Киров сформулировал, какими должны быть биографии. Формулировка восхитила Алексея Максимовича своеобразием и предельной точностью. «Очень я любил и уважал этого человека», – напишет он позже. Отношение Кирова к искусству было широким. Нравились ему русские песни, шаляпин, опера «Кармен». Слушая радио, если замечал что-то фальшивое в актерском исполнении, выключал приемник и говорил «Приятно только талантливое». Киров был щедро наделен умением дружить. На его письменном столе стояла фотография – он и Серго Орджоникидзе. С переездом Кирова в Ленинград их дружба не остыла. Она оставалась такой же, как и в те далекие годы гражданской войны. Познакомились они в Астрахани. Вместе восстанавливали легендарную 11-ю армию. Вместе с нею освобождали Северный Кавказ. Вместе с нею вошли в Баку. В июне 1921 года по рекомендации Ленина Киров был избран первым секретарем Коммунистической партии Азербайджана. За полтора года советской власти в республике сменилось пять секретарей. И вот пришел шестой – Киров. От одного только вида нефтепромыслов веяло безнадежностью. Страна требовала нефти. Без нефти молодая советская республика задыхалась. Начальник Азнефти Серебровский вспоминал. Воля этого человека преодолевала любые трудности. Он всегда знал, что надо делать. Его первоочередной заботой стало возвращение людей на промыслы. Первые недели Киров проводил в рабочих районах, собирал специалистов, спасал заброшенные скважины от обводнения. Нужны были кадры, причем местные. Кропотливо он подбирал людей. Это их руки отремонтировали и пустили в ход старые скважины, возводили новые. Киров боролся за техническое переоснащение промыслов, ввел роторные бурения, насосы, электромоторы. Рядом были сподвижники, товарищи. Валерий Куйбышев приезжал в Баку, интересуясь ходом работ. И скоро добыча нефти стала увеличиваться. Все годы эксплуатации промыслов нефтяники тащились из города к месту работы на арбах, двуколках, а то и пешком. Киров нашел новаторское решение. В 1924 году была пущена первая в стране электричка, соединившая промыслы с жилыми кварталами. Сергей Миронович видел впереди то, что многим казалось несбыточно, фантастично. Бухта Биби-Эйбат. Киров поверил и поддержал безумную идею слепого инженера Потоцкого, идею добычи нефти с морского дна. В одно из воскресений 1922 года, по призыву коммунистов, масса людей вышла на штурм бухты. Вручную, в корзинах и ведрах носили они землю и камни. Поставили буровую. День, второй, третий. Нет результата. В Москву доброжелатели уже сообщили об авантюре Кирова. Москва телеграфирует. Работы прекратить. И вот долгожданная нефть ударила фонтаном. Был риск. Еще какой. Ни одна страна мира не имела опыта добычи нефти в море. Люди поверили Кирову и заставили море отступить. Новые промыслы в Би-Би-Эйбате Назвали бухтой Ильича. Секретарь Закавказского крайкома партии Мясников писал. Хороший парень и товарищ этот Киров. По-моему, он один из наиболее выдающихся деятелей Закавказья и один из лучших представителей нашей партии вообще. Без него мы совершили бы в Азербайджане массу ошибок. Всю жизнь он был верен заветам Ленина. Думал о будущем. Неустанно работал для него. Он говорил, «Нет людей счастливее тех, которые называются большевиками. На этом полушарии мы с вами несем вперед это победное знамя, и мы, безусловно, победим». 17-й съезд ВКПБ был последним, в работе которого принимал участие Киров. Он был избран членом Политбюро. «Успехи у нас действительно громадны», – говорил он с трибуны съезда. «Черт его знает, если по-человечески сказать, так хочется жить и жить». 1 декабря 1934 года предательский выстрел оборвал жизнь большевика. Кирову было тогда 48 лет. «Прекрасный человек, один из лучших вождей партии, идеальный образец пролетария», – сказал о Кирове Максим Горький. «Жизнь Кирова принадлежит партии. Став ее членом в 17 лет, он пронес незапятнанным звание коммуниста через всю свою жизнь. Партии отдавал он свой яркий талант – коммуниста-ленинца». «Для этой партии родились мы, для нее мы живем. Во имя всего этого, еще и лица рода нам нужен, вот нам, живущих здесь, в городе, носящий в имя великого основателя нашей партии. «Да здравствует, великая, теперь уже никем не победимая, наша Ленинская всесоюзная коммунистическая партия!» Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ